дон старт 1 скорее всего потому что не с кем играть и это новое выживание сейчас покажу настройки быстренько лес я добавил спаун мотран дом поставил срывай его срываем т.п. чтобы поменять выжившего я так понимаю да больше ничего не менял то есть все стандартно пещеры вообще не трогал никак я в пещеры вряд ли пойду то есть ну вначале я в пещер никогда не ходил моды стоят вот такие самые простые чтобы проще было играть немножко то есть не супер какие-то сложные не супер легкие не облегчающие нам игру в основном но немного облегчающие с тем что рюкзак есть специальный стол для рюкзака но при этом больница ничего не облегчает то есть мини-карта конечно поставилась немного удобней ох я даже не знаю как мы будем играть наверно будем играть с выбора мне очень нравится персонаж просто просто мне нравится его за него играть все посмотрел мы стримы значит я за него играл уже и довольно таки так неплохо с него и края но хотя в целом неплохо играет он старт но это что плохо но редко последний раз прям очень много играл я не учитывал то что на стримах происходило это было наверно когда играл в не помню как называется часть но наши проект конечно все проект это когда эта версия в которой можно плавать по островам который нужно по различным островам и там тут наводнение отливы всякие приливы то есть интересная версия если хотите пишите комментарии я не скачаю обязательно я и обязательно скачаю и мы поиграем в эту игру и сделаем по ней летсплей отдельный так сейчас подойдем когда сервер регенерирует мир так все таки вот я думаю выбирать выбора или на рандом рандом я думаю будет интересно кстати но будет плохо если мне придется кто-нибудь этот персонаж или ты знаешь что этот персонаж делает тоже50 то есть но у персонажа и вообще не знаешь видео это для меня новое это для меня новый это тоже для меня но потому что я не играл я игра только за него что его но не то что купил я его за нитки скрафтебы вот он довольно таки тоже интересный но он больше легкой оператива мне кажется потому что я способности хилится я думаю больше нужна в кооперативе именно с друзьями. Это неинтересно. У меня нет этого персонажа. Это тоже нет. И это тоже нет. Такое. Ладно, не знаю. Хотя, нет, давайте поиграем за выбора. Мне очень нравится этот персонаж. Скинов никаких нет, в принципе. Ну вот. Разве скин? Ерунда. Все. Скин хороший. Я имею ввиду что-нибудь типа вот что-нибудь вот такое. У меня, кстати, был этот скин. Но я его продал в нитке, чтобы сделать этого персонажа красного. То есть, давайте оставим такой скин. Интересный, мне кажется. Приятный такой для глаза. Не стандартный, но и какой-то дешевый, банальный. Вот, мы заспавнились. Мы заспавнились, не пойми где, да, получается. Удары, кстати, сразу же кто, да? Угу. Да хорошо, что подарок готов. Наверное, первый день мы просто буду искать, просто бегать, искать место для базы, что ли. Надо сделать в первую очередь кирку, конечно. Или кирку, как правильно? Кирку или кирку? Напишите, пожалуйста, как правильно. Вообще, поправляйте меня в комментариях, потому что мне самому хочется говорить правильно. так, давайте побегаю по еще, когда я думаю, вместо любаса или что-нибудь интересное, я обязательно вам покажу. Смотрите, уже ночь, а я не нашел еще ничего, понимаете? Все, что я нашел, это алтарь и одно гнездо пауков в этом пиоме, не знаю, как это называется пиом, наверное, пустыня какая-нибудь. Вот где нет ничего, кроме камней, а камня добыть не могу, потому что у меня нет кирки. Так, так что мы возвращаемся сюда. Ну, хотя бы веточки есть. Уже не добилось. Я захотела, наверное, добываться. Так, пчелки тут тоже. Это неплохо, кстати. У нас тут питают пчелки. Но нам все-таки нужна кирка. В любом случае. Я хотя бы, да, я могу сделать факел. Это значит, я переживу. Так, отец, я не умру. Так, я вижу, что там что-то интересное. Тоже пчелы. Пчелы, это не очень интересно, если их немного. Крот. Кротая червь, да, вроде он называется. Насколько я помню... Боже, наконец-то я нашел камень. Так, камень есть, нужно сделать. Вот, теперь нужно сделать кирку. Собрать еще саженцов. И вот теперь уже можно идти в тот объем, где у нас были камни. Ого, я могу сделать это поруча. Все отлично. Выживание удалось. Можно заканчивать лестплей, в принципе, можно заканчивать эту игру. Я сделал все, что нужно. А, да, сейчас надо сделать базу, естественно, желательно рядом с пауками. Защититься от кончиков. И найти Энта. Здесь Бабритё. Чтобы у нас было, если что, куда ввести босса, какого-нибудь или каких-нибудь просто противников. Тоже не знаю, Крампуса. Чтобы мы могли спокойно защититься от противника, нам нужен Энт. Но Энт, как назло, не придет до появления противника. Я так в этом уверен просто. Но хотя это зависит от того, часто ли буду я рубить деревья. Но я постараюсь как можно чаще, конечно. Давайте сделаем факел просто. Не вижу смысла сделать костер, потому что мы можем с факелом спокойно прожить эту ночь. Это еще один улей. Я ориентируюсь по мини-карте. Побежим сначала по правой. В тропинке или дорожке. Нет, это скорее тропинка, дорожка. Дорожка, она появится позже. Ну, точнее, она выглядит по-другому. Она выглядит каменной, такой. В брусчатке какой-то стильной. Я говорю ерунду просто. Что-то про дорожки. Надо и про игру говорить, а про дорожки. Опять развилка. Но опять по правой. Так что там кладбище, пауки. Паучки, да? Два кокона, это хорошо. В принципе, можно и дом основать. Ну, в смысле, базы. Домов-то в этой игре нет для нас. Ага. Смотрите, вот это вот горжуно. В принципе, это можно сжечь. В принципе, не надо. Вот это можно сжечь. Давайте возьмем пирку. Давайте возьмем цитки. Мандрагора. Вот она вроде бы как пропускает тень. Да. Если ты ее жаришь, если ты ее ешь. В смысле, просто провалялся человек. Злой цветок, значит, тут злой пирел. А, совершенно нормальный. Да, совершенно нормальный пирел. Нет, мы его не будем, конечно, подбирать. Из него вроде как топлива ужаса. Но топлива ужаса мне не очень интересно. Ну, на данном этапе игры точно не интересно. Так что мы просто пойдем дальше. Искать, что у нас где находится, узнавать. Ну, и, естественно, нам надо добыть золота. Как нам без золота. Ну, так, я дошел до края карты. Там мне оказалось ничего интересного. Там пара домиков свиней. И все. Там было золото. Я пропустил. Как хорошо, что я решил вам показать это. Слушайте. Золото нам надо. Вот оно. Золото. Симулятор шахтера. Так, это что там? Давайте посадим. Пускай тут растут березки. Вот она. Так, и ягодки сидим. Почему бы нет? Можно еще дерево добыть пока есть время. И нужно обязательно поселиться с теми пауками. Все-таки, я думаю, не буду долго искать место дома. Все-таки не будем убивать на это весь выпуск. В первом выпуске мы должны сделать базу уже, как минимум. А не искать ее. То есть мы должны сделать базу, начать что-то как-то делать. И придумать план действий на следующий выпуск. Ну, я должен продумать план действий. И желательно, конечно, мне в конце выпуска сказать, что мы будем делать следующим. Чтобы я знал, чтобы я, если что, пересмотрел бы выпуск. И понял, что мы будем делать, что я должен сделать. Так, а пока у меня цель найти дом. Из-за этого я не могу поставить себе какую-то другую цель. Чем-то много свиней тут, мне кажется. Вот 12 есть. Можно сделать себе венок. Все, отлично венок есть. Так, вчера точно пока пробить не собираемся. Нам бы еще найти камушков. Нам нужны камушки типа таких, да. Ну, вот тут тоже пауки. Где кирка? А вот. А, да, я нашел небольшой трупик. То есть... Ну, как небольшой трупик? Там было три каменных блока и кирка еще одна. Не знаю, насколько она целая-нецелая. Не показывается. Ой, это кто там? Паук? А, почему он побитый? А, они, наверное, трались... Неплохо еще. Ух ты, так это хорошее место. Смотрите, сколько тут пауков вокруг. Мы же с них соберем всего. Вот какую тут ферму устроим. Ладно, давайте пока. Не знаю даже, где обустроимся мы. Наверное, немного пониже. Где-нибудь тут. А, это не паука как камень. Ну, тут паучки есть. В принципе, вот хорошая площадка для базы, да? Я так думаю. Так я знаю, что тебе надо подкрепиться. Сначала создадим машину научную. Рядом с ней костер. На костре немножко шишки сажем. И давайте откроем подарок. Надеюсь, что-нибудь дорогое. Он мне так вроде используется, да? Я вот так вроде бы тфа. Так, а что у нас тут? Открылось, 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 открылось. Материалы какие-то. Так, это у нас как делается? Нам нужна алхимическая машина. Я забыл, как делается алхимическая. Делается она, в принципе, не должна делаться сложно, но... Красиво. Так, получается, надо 4 золота. Камень у меня есть. Нет, камень еще немножко добыть. Доски, доски, самое простое, конечно. Так, для доски у меня все готово. Нужно сделать сундук. Так, я убрал в сундук все самое ненужное. Все основное я оставил здесь, при себе. Давайте мы семена пожарим, пока поедем семена. И следующей ночью надо будет сделать немножко ферму паучков. Да, это, конечно, маловато. Делаем ферму паучков, добудем мяса немного. Мясо монстру. Конечно же. Такой звук был. Звук лазерной пушки просто. Так, что дальше? Что у нас? Топор сломался. Нужно сделать топор. Из топора. С помощью топора мы сейчас порубим деревья, пока я ночью. То есть, суть этой игры. Дон Сан, да? Да, Дон Стар. Дон Стар. Сказать нормально. Дон Стар. О чем я? Суть этой игры в том, что нужно максимально эффективно тратить свое время. То есть, не просто стоять, ждать, когда что-то пройдет, а что-то параллельно с этим делать. Потому что, если, допустим, в том же Майнкрафте, ты можешь просто ничего не делать, валять дурака, то, пожалуйста, это тебе ничего не мешает, да? А тут надо именно что-то делать, потому что как-то готовиться к тому, что кто-то пройдет, кто-то на тебя нападет. Постоянно какая-то опасность есть в этой игре, да? То есть, поэтому лучше, конечно, всегда быть готовым ко всему и максимально эффективно тратить свое время. То есть, ну как в жизни, конечно. Вот эта игра учит жизни. Учит тому, что время надо распределять самым. Так, еще одно логово пауков. Блин, это хорошее место. Довольно-таки много логово пауков. Камень, вот, кремень, кремень очень важно. Очень нужно. Край карты, значит, да? Опять свиньи, вот, дурацкие свиньи, почему они постоянно рядом с пауками тусуются? Они же в заклятные враги, так нет, все равно тусуются. Давай, иди сюда, паучки, я думаю, тебе помогут. Все отлично. Все, это проигрыш для него, конечно. Я его добьюсь, пауками тусуются. Пауков он не избил, не убил, это хорошо. Блин, только хотел срубить, что за тайминг. Вы видели, да? Навелся, но превратилось. Так, с Мандрагоры что-то как-то доставать, не доставать. Давайте пока не будут трогать ее. Это уже вторая, да, в которой мы встретим. Трогать я не буду, но напишите тоже в комментариях. Вообще, пишите, стоит ли трогать Мандрагоры. За кого лучше играть, как вы, кто вам нравится, с кого вам нравится играть. Потом пишите, как делать играть, потому что в игре, я не понимаю вообще ничего в новых, что-то произошло с ними. То есть, я даже не смотрел это обновление, не читал ничего про него. То есть, для меня это новшество определенно, 100%. То есть, если раньше было все просто делать грядку, ссать, что-то семечко, семена, да, какие-то. Хотя просто вырастает рандомная вещь, то тут все не так просто. Мне сказал друг, что этому надо научиться, это надо понять, как делать. И за этим надо следить. В общем, это намного усложнило мне задачи выживания. Потому что раньше было все просто. Запасся фруктами и овощами. Все, пожалуйста, у тебя. На зиму хоть что-то есть какой-то запас. На всякий случай. Сейчас получается, это для меня недоступно, эта функция. Ух ты, ой, вот эти вот, как они, травяные драконы, какие-то, очень крутые чувства. Отлично след, но сначала золото. След, надеюсь, там будет наш любимый хвалослон. Ну, что хвалослон нужен, остальные не нужны, остальные страшны. Какие ты тварь. Что это такое? Ходит, блин, тут. На своих двух. А где? Что-то я не вижу. След. Есть след. Аула. А, вон там. Вон, 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 пожалуйста, не трогай меня. Все, он меня вроде не тронул. Вот это хорошее место. Потому что они вот так вот настакают. Видите, они трустакают все, можно заразу подбирать немного. Блин, зараза такая. Она меня увидела, да? Как у нас так, вроде карты кого-нибудь, да? Что-то так ли вообще. Не помню. Нет, по-моему, было как-то было. Давайте вот так поиграем. Я думаю, так будет правильно. Теперь мы можем просто посмотреть на карте. Ну, хотя, наверное, так и было, да. Так, где, где, где? Вот. Ну же, а почему не пишешь, что зверушка близко? Кучка. Все отлично. Максимально Осторожный. Идем. Вот такой слон, ребят. Нам повезло, у нас есть и, да. Ну, теоретически. Еще надо поймать, да, как-то. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять ударов. Отходим. 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 упражнение. Отлично, у нас есть хобот с хоботом. Хобот колослона, и я могу поесть. Давайте еще золото. Мы нашли, кстати, нормальное место, где можно добывать камни, золото и всего подобного, да? Где можно добывать траву, получать ее в бесконечных количествах с помощью вот этих тревинных драконов или каком-то тревинные ящеры какие-то. Сейчас мы здесь еще переждем ночь. Как раз откушаемся, покушаемся. Приготовим мясо. Потому что еды у нас прям ноль. Очень мало. 38. 63. Отлично. А, у меня не показывает, сколько прибавляет. Сколько чего прибавляет. Ну, ладно. Это не особо, это не страшно. Для нас, что мясо, что мясо, вон, все одно и то же, так что это хорошо. Так, давайте тут, наверное, надо что-нибудь поджечь. Я так думаю. Так, вот там вот очень опасная штука, которая будет бегать. И лучше бы, конечно, на нее не упаковать. Как видите, алтарь. Тут улей, улей, улей. Тут получается червоточина, которая неизвестно куда ведет. Так, может, известно даже. Может, сюда ведет, кстати. Возможно. Тут раз, два, три, четыре, пять. Пять коконов рядом. Нет, подождите, шесть, шесть коконов рядом. Если мы уберем этот домик, и вот тут сделаем гигантскую базу пауков, это будет, можно рассматривать как нашу базу. И вот это вот все надо будет вычистить. и вычистить. Но это на будущее. Так, наши будущие цели небольшие. Угу. Рассудок минус 12. Это плоховато. Так, давайте срубим дерево. Надеюсь, нет, 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 отлично. Потому что так мы это не задолбим, я уверен. Нам не хватит ничего. Нам нужно много шишек. Так, я рискую тем, что тем, что их сбрасывают в костер. Но у меня нет просто другого выбора. Я не хочу просирать бревна. Вот, ну давай, заканчиваясь ночь. Ночь уже заканчивается. Отлично. Так, небольшой пролаг. Сохранение мира. Такое всегда происходит, я думаю, у всех. Это сохранение мира через пролаги небольшие. Ну, пролаги, атаки. Небольшие фрезы. Так, давайте прибежим по топинке. Попытаемся прибежать мимо этого страшного быка. Велевки заберем, конечно. Нет, нет, не шуми, не шуми. Просто забери веревку. Отлично. Сейчас кладбище уйдем. Лиственное мясо. Прикольно. Ух ты. Нет, я заберу у тебя яйцо все-таки. Извини. Некуда положить. Очень жаль. Нет, мы просто убежим от него. Я думаю, мы справимся. Будем бегать кругами, пока она от нас не отстанет. Ну, у тебя же есть какой-то предел. Какое-то ограничение на то, куда далеко ты можешь убежать. Все отлично. Так, вернемся до Мазу. Заберем это. Яйцо оставим. Интересно, что можно сделать с яйцом. Нужно ли оно мне вообще? Или не нужно? Так, где у нас база теста была? Вверху ведь? Да, точно. Так, по миникарте я не вижу базу. Вот эти два гнезда у нас выше. У нас повыше, да. Опа, давайте, значит, что сделаем. Давайте подожжем вот эти вот деревья. Надеюсь, они друг за друга загорятся. И мы, нет, мы потом с них просто соберем уголь или как он? Уголь вроде бы. Который от них останется, чтобы сделать сушилки для мяса. Чтобы мясо коптить можно было. вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот о чем я говорю. Да, тресный уголь. Ага, давайте съедим мясо. Бам, еще уголь. Бам, еще уголь. Мясо сушить это тоже так крутая идея. Угу. Можно сделать оружие. Можем в сундук сложить пока то, что нам не надо. А что с ним можно сделать вообще? Скушать только. Прикольно было бы, если можно было бы сделать, вычистить своего питомца такого небольшого. Так, нужно делать вот это однозначно. Нет, нужно делать сначала все вот это вот изучить по одной штучке. Все это мы изучили. вот это вот мы сделали. Делаем еще одну. Что у нас там остается для машины? Сделаем. Немножко не хватит, но мы сейчас добудем дерево, и нам хватит. так, давайте еще вот это дерево срубим. Так, я немножко зарубился с деревьями один на один и срубил их все. Так, что мы продолжаем? Что нам нужно сделать? Да, мы хотели сделать машину вот такую красивую. вот ее. Вот. Вот это уже что-то с чем-то, да? Поэтому пока делать не будем. Вот, сделаем рюкзак. А что это такое? Рюкзаки из чего-то, чего-то. Разбитого панцира. Да, сделаем обычный рюкзак. Все-таки полезная вещь. Что еще дальше нужно сделать? Оружие надо будет сделать обязательно банана ранги. потому что-то очень надо сделать довольно-таки легко и при этом не случайно. При этом это очень мощное оружие для начала. Вот. Сушилки для мяса. Будем сушить мясо здесь. А план по тому, чтобы сделать охоту друг на друга там этих пауков отменяется. Потому что пока что у нас есть мясо. Вот, нам нужен костер большой. Естественно. Давайте его сделаем здесь. Если паук отойдет, конечно. Все, мы сделали красивый костер. Крубим еще немного дерева. Потому что нам нужны бревна. Бревна нужны. Чтобы немножко костер поддерживать. Мы не будем тратить шишки на костер. Потому что шишки нам нужны для того, чтобы сдобрить энто, когда он появится. Ну, я это уже говорил, но кто прослушал еще раз узнаете это. Так, еще не ночь, поэтому еще можно пока костер не поддерживать. Лишний раз не тратить ничего. Защита. О, это супер-супер броня. Что это? А, так у меня живет в химической машине. Нужно сделать еще лопату нужно сделать? Нужно сделать топор. Ой, топор молот точнее. Траву надо срезанную. Ладно, трава это не проблема, это мы знаем, где-то быть. Мы ее добудем. Сейчас мы остановимся на этом, наверное, пока что. Я думаю, можно заканчивать серию, сейчас будет ночь. Я уже переживем. В следующей серии мы пойдем и начнем нормально развиваться. То есть план этой серии выполнен. Мы нашли дом, место для дома. Мы в целом немножко исследовали карту, где у нас находится. Следующая серия мы наверное уже встретим огоньщих, то есть это седьмой тир девятый день. И будем готовиться к зиме, будем искать кое-чок волос слонов, утепляться, добывать паутину, все такое. и поэтому на этом серии мы закончим. Все, всем спасибо за просмотр, смотрите мои прохождения других игр, по типу Dead Cells, там The Benjamin of Isaac, возможно кто-то тоже загляет на Террарио, старые выпуски, поэтому всем спасибо, увидимся в следующем ролике.